Приветствую вас и, условно говоря, ответ на ваш вопрос кроется в том, что у вас недостаточно личностного акцента на себе и на своей жизни, и вы слишком много внимания уделяете социальному взаимодействию. Давайте подумаем так, вначале. Что есть социальное взаимодействие, что есть социальный субъект? Это человек, который является прямой стороной, прямой и непосредственной стороной в социальных отношениях. Социальный субъект – это человек, воспринимаемый всегда в группе с кем-то. Это, например, член трудового коллектива, ребенок своих родителей, друг своих друзей, страна в паре и так далее. Это социальные отношения. В меньшей степени социальность проявляется в личных взаимодействиях, когда люди, например, встречаются. То есть мужчина и женщина, несмотря на то, что они общаются друг с другом, несмотря на то, что они создают пару, мужчины и женщины в меньшей степени являются сами для себя социальным объектом до тех пор, пока они не создадут семью. Когда люди создают семью, когда люди приобретают общий быт, общее хозяйство, они начинают играть социальную роль. Роль мужа и жены. И как вы понимаете, роль мужа и жены не всегда совпадает с ролью женщины и ролью мужчины. Это несколько разных вещей. Говорю я вам это все для того, чтобы вы поняли главное, что вы в своей жизни очень хорошо отыгрываете социальную роль. Но вот личностного роста у вас не так очень много, как личность. Вы развиты не очень сильно. И связано это, конечно, наверное, с детством. Связано это отчасти с тем, что вас может быть бросил отец. Вам сейчас 24 года. В общем, когда вас бросил папа, вам было 15. 15 лет, возраст подростковый, когда человек еще ребенок. Возможно, вам это очень сильно, вас это очень сильно впечатлило. Вас это достало врасплох, потому что вы не могли представить себе, что такой близкий человек, как отец, может вас бросить. Но он бросил. И тут вот нужно понять, что ваша зависимость в людях, ваша потребность в людях, она носит двойственный характер. С одной стороны, это эгоцентрическое, эгоцентрическое восприятие окружающих. То есть, они, по вашему мнению, могут и должны на глубинном уровне делать только то, что он, так или иначе, ну, созвучно с вами. То есть, вот у вас есть отец. Отец был с вами 15 лет. 15 лет вашей жизни. После он вас бросил, и вы не понимаете, как он может вас бросить. Действительно, в позиции ребенка, это понять сложно. Но, поскольку вы уже взрослый человек, то в первую очередь, вам нужно для себя выяснить мотивы, по которым ваш отец так поступил с вами. И поняв его мотивы, поняв его стремление, его обстоятельства, вы как бы расширите свое сознание. Расширите границу своего сознания, потому что, кроме вашего восприятия, будет еще и восприятие другого человека. И вот это вот восприятие другого человека, оно будет таким же важным фактором, таким же важным условием, как и ваше желание. Потому что без учета желаний других, без учета прямых и стремлений других людей, нельзя построить хорошие и успешные отношения. А если вы отдаете отчет в том себе, что желание других людей есть, у них есть свои интересы, свои стремления и так далее, и так далее, то вы тем самым понимаете, что ваши интересы, ну, не всегда могут быть определяющими для других людей. А без кого они могут быть определяющими? Определяющими они могут быть только для вас. И это значит, что ваша личная заинтересованность в других людях, в первую очередь, представляет собой не совсем верный спорта удовлетворения своих интересов. Вам нужно все, что вы хотите получить в людях, добиться самостоятельно. Вы пишите, а для вас важна гармония. Гармония очень расплывчатая, слава, слишком много у него значений. Что гармония вначале для вас? Что вам нужно для гармонии? Гармония – это в первую очередь баланс внутри себя. А это значит баланс между удовлетворенностью и неудовлетворенностью, потому что благ всегда меньше, чем желание. Значит, вам нужно привести свое внутреннее состояние в такую форму, чтобы вы ни в чем не нуждались для себя, но окружающих людях. Чтобы вы все это получали бы сами. И тогда вы не будете внуздаться ни в ком. Но вы будете стремиться делать людей счастливыми, в частности вашего любимого человека. И вы будете с ним в независимых отношениях. Хорошо. Этот момент мы с вами, надеюсь, надеюсь, выяснили. Теперь пойдем дальше. В начале своего ответа я говорил про личностный рост. Личностный рост – это ведь в первую очередь некая обособленность отца в социальных деятельствах. Личность – это всегда человек, который идет вне общества. То есть он имеет свои собственные индивидуальные ценности, цели и идеи, которые не вредят окружающим людям, но которые идут как бы параллельно с их интересами. Есть общество, а есть я. Мы не противопоставляем себя друг другу, но мы и не одно целое. Сусловно говоря, мы эти два компонента – личность и общество – поставим черед на ктере. Это не равно и это не против. Это именно ктере. Есть личность, есть общество. Для того, чтобы начать личностный рост, нужно в первую очередь озаботиться такими моментами, как личное пространство. Личное пространство – это пространство, скорее, сознание. А еще личное пространство – это в физическом мире. То есть и сознание, и в физическом мире есть некая область, куда никто, кроме вас, доступа не имеет. И есть что-то, что вы никому не говорите, и, ну, например, никого-нибудь не пускаете. Это вот такой, можно сказать, классический женский уголовок. Вот с этого нужно начать. Начать с того, что есть некая обособленная область, куда никто не допускается. В ней, в этой области, есть только вы, и кроме вас, вам там больше никто не нужен. Хорошо. Следующий важный момент. Вы боитесь потерять близких людей. Боитесь, что они от вас отвернутся. Давайте представим так. Что произойдет, если они от вас отвернутся? Вы останетесь одна. Почему вы боитесь от нас с одной? Что вы потеряете при наличии положения, когда вы одна? Чего у вас не будет? Ведь вы боитесь, потому что враг в данном случае защитная реакция, защитный механизм по сохранению того, что у вас есть. Ну, и надо подумать, что вы потеряете, если произойдут вот эти вот негативные обстоятельства. И, поняв, что вы потеряете, это можно начать получать, ну, отдельно от людей. То есть так, чтобы удовлетворение этой потребности было не связано с какими-то людьми. Далее вы, скорее всего, не самодостаточны. То есть вы не можете находиться наедине с собой. Этот момент тоже нужно проработать. Почему вы не можете находиться наедине с собой? Вы боитесь, чтобы остаться одной, это понятно. Тут момент в том, что вам нужно самой ответить на вопрос, чем для вас так страшно одиночество. Потому что можно, в принципе, прибросить какие-то варианты, но будет лучше, если вы ответите на этот вопрос сами. И вот то самое, что первым придет к вам в голову на вопрос, чего вы решите, если оставите одной, и будет верным ответом. Не бойтесь, не исчезняйтесь этого ответа, каким бы он ни был, главное его найти. Главное понять, что вам нужно, и это начать получать. Пока вы не знаете, что вам нужно. Пока вы не понимаете, что вы находите в людях. И именно поэтому вы от них зависимы. Когда будете иметь предправление, сможете это получить сами, и, как и самая зависимость ведет, соответственно, страх точно попадет. Дальше. А если говорить про личность и рост, то он включает в себя не только личное пространство, не только личные границы, не только обособление других. Личность и рост включают в себя и стремление быть идеальным человеком. Если вы идеальны, то ставьте тот идеал, который вы себе представляете. Вот давайте подумаем, какой бы вы хотели себя видеть. А дальше просто начнем к этому стремиться. нужно понять, что вы идеальны, это недостижимый идеал. Но недостижимость идеала хороша в том, что можно в всю жизнь примитывать тому, чтобы быть именно вами идеальным. Этот идеал на протяжении жизни будет меняться, но главное, чтобы он у вас был перед глазами. Чтобы вы всегда знали, кто вы, кем вы хотите себя видеть, куда вы идете и так далее. Когда мы представляем себя идеальным, мы видим только себя. Других людей мы не видим. Этот момент вам тоже нужно проработать. То есть выбрать себя идеальным, какой вы хотите себя видеть. Если вы не можете подобрать себя идеальным, если вы не видите себя идеальным, тогда можно воспользоваться уже существующим образом. То есть какой образ, ну, женщин, какой женский образ вам нравится. Выберите его издрать, если вы не будете похожим на него. Тогда, со временем, вы увидите, что какие-то элементы этого образа для вас неприемлемы. И эта неприемлемость будет означать, что данный образ вы переросли. И можете уже самостоятельно проявлять свою собственную индивидуальность. Тут опять-таки важно доверять своим чувствам. Без этого невозможен личностный рост. Вам нужно доверять своим эмоциям, своим переживаниям, своим желаниям и стримлениям. Не нужно их подавлять, нужно им доверять, но и отдавать себе отчет в том, что другие люди не обделены вас, удовлетворять ваши интересы. Это ответственность за это лишит в первую очередь на вас самой. Ну вот, пожалуй, еще что можно сказать по вашим вопросам. В принципе, вы сами в силах решить эту проблему. Я думаю, в принципе, вы сами можете найти ответы на вопросы. Вы сами можете задать себе те условия, которые необходимы для личного снародства, для получения зависимости и для борьбы со страком. Но если у вас самой этого не получится, обращаюсь в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.